меня у меня прогнозы по пять минут так он у нас желтенький фоги синенький так фоги кстати цирклетку покупает это важно теория цирклеток в действии кстати разные точки закрепили фоги получит точки забрал причем кстати здоровья я бы не сказал что он больше потерял плюс цирклетку купил не мешает вам там комментаторы потише может сделать ну типа просто очень много они говорят особенно Razer Moon Razer Moon дорвался до славы ему хочется поговорить цирклетку сейчас может он купит с marketplace если она там есть есть кольцо берет кольцо кстати это хорошая тема на самом деле кольцо плюс четыре купить за сто двадцать пять голды это прям вообще типа если раньше там кольцо плюс два какой-то купить да фигня кольцо плюс три тоже фигня чуть потише громко так короче теория цирклеток очень хороша и надо брать цирклетки потому что цирклетки это топ кстати помните недавно смотрели как раз сока с хэппи и хэппи там за игру пять цирклеток купил так что цирклетки всему голова о здесь мон кстати забирает получше точку выпадает ему правда высасывание маны кстати никто не берет и малый оба с ламана бернами начали играть но понадобало дело что и малый в лейтгейме не нужен здесь набер лучше но и малый берется для старта а здесь они решили оба не брать почти 3 левел уму на фоге 3 фоге забрал кстати иллюзии люди можно будет реализовать либо попозже на медведей либо на демон хантера иллюзии ни в коем случае нельзя продавать видно что фоге не играет в фа не убил крабика крабика надо всегда убивать мало ли это разведка за кого болеет стример я не болею за эльфом я же за хумана игра ну вообще болеть за кого-то в игре это плохая мода комментатора но если ты в стиле комментатора сидишь то нельзя так делать это предвзятости соответственно влияет на твои комментарии даже когда хумана играет я все равно стараюсь быть непредвзятым в первую очередь из-за того что мне же не важно кто из них выиграет то есть мне так как какой профит с этого фоге кстати зарезать сделайте иллюзии демон хантер не знаю может зря он их так вначале игра отдал по сути он ничего с ними не сделал здесь разница в героях есть кипер против ноги где-то базу что ли он играет это да и короче недавно смотрели какой-то мирорму на и он там маст рядами играл на т2 секс планами не помню с кем он играл но я уже такой припоминаю летом короче какой туре тоже смотрели то ли тебе лигу мы смотрели то ли что-то летит к короче было да вот эта тема с экспандом и маст рядами фоге это не прочекал и соответственно фоге не знает что там нет сейчас он знает что там нет нет т3 он видит что маст ряды будут значит понимаешь что должен быть экспанд но потому что типа глупо играть т2 маст ряды без экспанда это тупо не выигрывается против медведей и фоге с кипером здесь по сути бесполезен то есть кипер против маст ряд ничего не делает ты смысла тауры смысла от прикопки нет но уж с маст рядами там бесконечные я больше я вчерашние игры не смотрел до вчера там он вроде как раз с колорфолом играл не смотрел я смотрела леона с муном это не все игры там чуть-чуть я тут занят был вчера я так одним глазом посмотрел потом в записи прокликал что там где где ли он смог выиграть будешь играть в стартфилд нет я не играю в такие плохие игры тем более которые недоступны в россии достроился экспан но здесь шахту отменили немножко выигрывает время фоги здесь будет минус телепорт так купил свиток один ну вообще тут в идеале 20 у него голды нет он кстати сразу выходит из лимита мун вообще не ждет там не хочет покопить голду несмотря на то что у него типа 52 лимит это как-то не очень не хочет копить голду потому что шахту им отменили сейчас сразу фоги идет в пуш кстати фоги достаточно горчей сделал ради огрейда нет нарчей они 10 очень так близко стреляем бог барак нельзя кстати отдавать было бы этот барак мог на самом деле муна подсевить я кстати странно зачем он и вообще а он это понял он от этого от лаборатории гоблинов шел но хотел сюда переставить но из того что медленная скорость фоги 50 с медведями шахта только достраивается сразу оболишь здесь фоги неплохой затар на кипере много когтей факту нельзя естественно отдавать но не хочет мун сражаться сразу подкапливает ряд у него правда supply блок сейчас и не строится мунвелл дополнительный то есть он не может сейчас еще дрянку заказать пока не сольет какую-то кстати у муна 4 арчи но даже 5 арчи на них нет грейда на дальность то есть арчи достаточно бесполезно выглядят без дальности машин приходится в мире практически подходить чтобы стрелять а против медведей в мили там естественно пару тыщиками минус парча будет или пытается хоть как-то реализовать кипера с прикопкой висков висков убил 1 прикопку типа бессмысленно кидать вот сейчас кстати буквально секунду там все-таки прикопка действует шредер еще подходит и здесь но я не знаете как фоги пробивать он дирижабль купил с дирижаблем пытается контролить нету став у муна шредера минусует очень много ряд хотя арчи неплохо там сзади подстреливают подрядом и не может мундрятом прорваться они подрыгали бог там наяривают и фоги вроде как всех медведей даже засовывал дирижабли продавок сейчас может потерять демон хантера ставит ставит и арчи арчи под уроном и дирижаблем их на не получится спасти потому что дирижабли сразу зафокусит на университ арчи спас дирижабли нельзя замедлить поэтому дирижабли улетает очень битвые все медведи фоги хорошо законтролил но проблема в том что во первых ему нужно отойти подлечить этих медведей это тоже время и за это время мун как раз отстраивает новых дырят и экспанты у него работает цветы кстати фоги перекупил опять же проблем в том что фоги зачем-то в 52 лимита вышел когда ему невыгодно это делать с одной базы то есть я бы на его месте арчу бы какой сейчас замочил вот это особенно битвы просто типа ты добываешь меньше голды и у тебя один экспант тебе это арча погода не делает а ты теряешь голду то есть он за это время пока они 52 лимита мог дополнительно там не знаю 100 голды получить и найти 100 голды какой-то там не знаю оболишь купить короче не оболишь это анти magic халявная халявная штука у эльфов не все равно смотри арчи подстраивает фоги хотя мне кажется здесь арчи на т3 строить против моздри от такой ситуации наверное медведи все равно выгоднее то есть арча стоит 135 голды и медведь сколько там 255 кажется медведь срана выгоднее ну я не знаю какие здесь шансы у фоги 70 лимита уму на 56 у фоги хотя есть свиток ему на тоже есть агрейт играет кстати нет уму на только 1 играть на так вот рядом сейчас посмотрим может за счет дирижабли как-то будет размениваться хорошо да кстати позиция хорошая не надо морчит сзади то под рыком нормально баре подрядом наяривают свиток будет лимон читать поздновато читает свиток мог чуть пораньше прочитать спал бы одно дряда да и позиция здесь хорошая кстати у фоги и он разменялся то где-то 9 лимита на да он там где-то три дрядки убил ничего не потерял не арчи сзади прям вообще хорошо работают особенно в таком узком проходе где сражался мун здесь конечно нужно как-то муну пытаться забегать демон хантером и арчей резать ой крабик зажал ногу сейчас можно было нагло отжать не получилось ну еще конечно ошибку совершил то что арчам грейт не успел сделать демон хантера остудили но сейчас там вернется с полными хп потому что ночь мунвейла отличились не фоги там с дирижаблем нормально контролит рано я похоронил фоги у фоги уже 58 на 52 убивает только первого медведя убивает мун сейчас нужно тп муну делать база то все еще работает но у фоги уже преимущество по лимиту еще и дерево муну закончился дрядки дерева много стоит ну позиция зарешал для фоги потому что узкий проход грядки там столбились пытается просто базу снести сейчас а где демон хантер кстати а вот здесь 51 на 51 но у фоги то есть арба даже дверь бы кстати дверь бы это вообще хорошее вложение денег потому что рядкой надряд арба работает и соответственно хороший дэмош наносит там рейзер мун говорит можно было бы этот сделать маркман шип это great который дает плюс 4 тема же арчан демон хантер как-то ввел состава нет умона gg да ну как-то это в какой-то момент он просто отдал игру хотя была была ситуация хорошая но позиция была прям ни о чем на и арчерки хорошо постреляли что первое за фоги опять же вот если посмотреть кипер был просто максимально бесполезен в этой игре потому что он ничего не дает то есть аура работает только на демон хантера возвращает там есть 23 один и три преди ауру жуба вталя на 4 больше дает вот и кипер если говорить о том что он сделал против муновской базы то есть он виспадного прикопал и демон хантера пару раз прикопал но толку от этого нет но опять же фоги не знал что там будет масса отряды на т2 вот он брал и как раз кипера для того чтобы играть против стандартного т3 я думаю сейчас если он за скаутит то будет ногу брать нога эффективнее стес потому что даже при пульсе нога особенно третьем уровне могла просто виспов убивать и соответственно не смог бы ему чинить базу но омона здесь ошибки то что во первых арчам играет не сделал то есть у тебя есть пять арчей и ты не делаешь им great на дальность это ошибка потому что особенно с большим количеством ряд арчи сзади стоят и не умирают вот как у фоге было то есть у фоге сзади там 6 арчей стоял и он как бы нормально стреливал то есть он перекопал барак на обсерваторию закрепил и после этого надо было барака посадить сделать great на и на он может не хотел 100 100 тратить на этих арчей хотел чисто для делать ну типа если у тебя арчи выжили то есть смысл на них делать как раз дальность это то же самое что у хумана когда футманов много засейвил и есть смысл им сделать дефенс если играешь против каких-то дальнобойных юнитов стоит брать baldur's gate 3 естественно baldur's gate 3 топчик да 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 я ошибся не было никакой под мы но может арт и не подходит он сейчас на других карты будет подман просто не очень хочется смотреть на стандарт какой-то вот это три проще три здесь было до 2 против т3 посмотрим но если вы говорите вчера против colorfull он играл каждый раз так то такой все на colorfull кстати он опорно играет эльфийский мирор он всегда одно и то же играет то есть там никогда не видел от него под мы какой-то у него всегда demon hunter плюс t3 на протяжении уже последних пяти лет я удивляюсь как они все втроем сидят в наушниках вот этих вы когда не сидели несколько часов там 5-6 вот этих наушниках которые тебе уши закрывают я помню раньше тоже а такие наушники использовал у меня пипец там после пары часов сидишь у тебя просто уши все болят даже самые там хорошие наушники дорогие там купишь там за 10000 наушники и они все равно прям сильно дают на голову да еще и потеют особенно если в какую-то жару то там вообще дико потеет уши плюс давид сильный у тебя прям вот вообще не комфортно я не знаю как они сидят особенно там него когда у него там бывают тоже какие трансляции турниров там пять плюс часов это вообще невозможная фигня гадисе барак отменили не было барака погоди 45 умона до фоке отменил барак тоже 45 лица не может быть изначально снять минили барак я удивлен кстати что можно отменить барак видимо он слишком близкого поставил вот садил патма поги ну на на и на этой карте патма от обоих игроков логично очень большая карту для под мы прям вообще идеально я вот например в капельках сижу наушника кстати капельки нормально если звук не громкий делать то покой 10 часов сидишь вообще не паришься главное звук громко не делал такой призовой турика на экране можешь посмотреть 3124 доллара 89 процентов собрали из того что они хотели видимо три спальни тысячи ходили собрать до конца турика еще будут закидывать из зрителям призовой фонд распределяется это кстати с чисто на соло турнир или они на 2 на 2 и файл тоже раз раскидывает не уверен кстати скорее всего это чисто на соло хотя может и на файл на 22 на 2 а потому что есть еще параллельно 2 на 2 турнир и папа турнир вчера закончился ну и в соло распределяется там на все на все на все на всех 15 игроков и кстати ставку не сделали или сделал ладно минутная ставка перестрелялись флоги с муном никто не решил рисковать до до конца тратить здоровье просто стрелы покидали ушли и сыграть все больших наушник так звук нужен в капельках точно такой же звук но вообще если но я не знаю как там дома кейсеры играют вот если мы берем турниры какие-то то там используются капельки для звука а сверху но если мы берем турниры где именно играют люди на сцене то используются капельки как звук звук этого звука игры вот а сверху наушники такие знаете как охотничьи который блокируется ну чтобы не слышать сцену и комментатор то есть это такие наушники как это просто лил для бои блокираторов вот а так капельки используются крепится они они кстати берет стрелку хотя мне кажется на такой большой карте можно было бы сову взять для скаута сейчас посмотрим что он возьмет он тоже берет стрелку просто здесь и если как бы кто-то из игроков будет какой-то базу ставить прокси базу где-то нестандартном месте так скажем тусово может помочь найти потому что там опять же будешь палить постоянно передвижение но если типа стенка на стенку то понятно дело что стрелы лучше там на фулл ману стрелы да тут там плюс 200 урона но сова тоже как бы имеет место быть потому что ты можешь просто ее послать за армией постоянно смотреть куда бежит оппонент протектор где-то строится так где протектор строится на базе что ли фоги стоит протектор на фоге на базе протекто стоит видимо боится что сейчас он как-то будет предельно странно то есть фоги бежит на базу моно и при этом протектор строит эти почему-то моно нету третьего уровня а фоги есть а фоги маль не пройден ниже одинаковые точки забрали прощение что он что-то добила либо фоги может виспа какого-то убил странно что просто не хватает экспы либо висп какой-то был пройдя сова теперь на т1 я что-то пропустил в патче в каком-то софт на т1 добавили или всегда не были не раньше были надо 2 их а их да ну добавишь помню ту смотрю сова висят так у моно кстати намного больше здесь хандрес а фоги уже катапульты добавляет то есть у фоги по лимиту хандрес меньше на две штучки даже на 3 потому что у нее еще тролль и он делает сразу катапульта то есть фоги какой-то дефенс жесткий делает 10 котов бегают за к за котенком не могут поймать очень быстрый крепи а здесь он теряет телепорт на телепорт такой ситуации вообще нельзя терять мысль он делает чтобы не снесли ему там барак он типа закрепил точку разменял ее на телепорт никто т2 не делает я удивлен сайт что никто не пытается экспон поставить в т2 никто не пошел чисто ты один сейчас скоролы по максимуму нужно покупать и фоги бежит лабораторию крепить потому что хочет дирижабль купить на свои катапульта естественно хорошая тема дирижабль для катапульт кстати у обоих бутылки на здоровье фоги супер маска выпала не самый хотя почему можно оставить наверное у него магазина нету чтобы поставить здесь катапульта естественно не дадут хантам под подойти он телепорт купил это важно тут обязательно телепорт нужно покупать если каким-то образом хоги пролетит на базу к мону то без телепорта там очень ну всех мы всем он вопрос несут возможно кстати они еще не стали брать сову потому что контрес очень много разведки дают и эту разведку никак не сбить можно виспазы дисплей конечно это дорого начинает летать дирижаблем пойдя где он хп потерял на дирижабле у него там дирижабль меньше половины здоровья фоги по сути не может в лоб сражаться у него слишком малых андрес и за счет катапульта он сейчас будет как-то разводить что-то делать до 20 делает фоги они бредит умун делает умуна и т2 и экспан а фоги вышел 58 лимита интересно как бы фоги здесь не оказался а этом выложил не продал а чем перчатки сать не хочет продать продал продал перчатки продал особи маску получил плюс 6 сил и купил два сфитка купил свиток армора кажется боги собирается запушить так дирижабль здесь уже умуна есть он там начинает это подмоливать типа высадил по тму за доджил выстрелы но опасно здесь летать потому что под матом с 4 уровень у фоги вторые стрелки вторая аура очень много урона есть база умуна только ее никуда пересадить потому что справа где он закрепил у нее там не поставил так у фоги 60 куда там под маму на прижала алхимика берет соседкой там начинается сразу двух сторон на замес бар минус барак ой плохой позиции катапульты катапульты не стреляют по этим по хантрессом и теряет фоги две катапульты на фоги здесь двух сторон не очень комфортно отрезали у фоги уже 50 лимита то есть он потерял две карты по моему хантреску там еще потерял и теперь против второго героя играет фоги ставится два барака не забавим что наемники на этой карте есть можно всегда там каких-то троллей купить все огран они не так эффективны как хантресс и антарасы в своем контракт на самый сильный юнит ст1 потому что за счет чакрама жесткие поэтому любые наемники проигрывают хантрессом покупаются поносные големчики ограс равно купил потому что моно я так понимаю оба барака снесли он просто куда-то вложить деньги решил так фоги но фоги уже здесь вариантов нет он видел что там т2 видел алхимика понимает что нужно пушить плюс он снес бараки соответственно нету подкрепы только с наемников поэтому надо идти атаковать финальный ссс скорее всего сражению фоги есть два сфитка считает свиток армора здесь поищу хилинг от алхимика идет очень хороший но у фоги 3 катапульты за счет 3 катапульт можно здесь продавить есть еще два тролля кстати два тролля который сзади наяривают пирсинг дэмэджем по хантрессом очень сильно свиток у муна и он уже прочитан свиток 60 на 52 фоги сейчас должна пятая патма быть но б передние передний строй короче право отвалился фоги нужно отступать у нее сейчас свиток за гулдаунится можно высадить народ и там за северой под мак бутылочка выпивается нужно высаживать всех и свиток 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 хороший 50 на 48 на уму ну там уже база сейчас будет работать но опять же может 6 под ма быть в фоге у его как хорошо там баллисты залетели размены серьезные здесь 5 под мау муну тоже не хватает конечно здесь антрес и вы его дирижабль дирижабль минус 2 катапульты 42 на 43 но это один на один скорее всего потому что уж у муна еще и база заработала я вот поэтому удивился что в т2 никто не выходил амун потом просто и экспант это два нажал то есть очень агрессивно но единственная надежда здесь на 6 левел под мы по-другому здесь не выиграть очень много мануэлов но некого хилить в этих мануэлов они с базой ст2 здесь не проиграет уже даже 6 подмен я думаю фоги перекупил оба скролла есть еще народ так то смотри 700 8 8 800 2 тролля подмайта кстати неплохо здесь время выигрывает да и и сейчас могут подмувить здесь но она все равно время выиграла так а что у муна по армии сколько там 366 антрес ну вот так если будет час мон отдавать юнитов 6 подма и кстати как катапульта вообще минус огора почти 6 подма блин а как тут он так вот подставился неприятно да 6 подма точно будет в этом файте вопрос как он реализует стороне на старфул мана нет нас стрелки отключать чтобы на старфул мана накопить стрелки отключи неужели не хочет старфул заюзать ну нет мана на старфул его сейчас кстати зафиксили он теперь 150 мана стоит ну 32 лимита на 55 я наделся старфул увидеть может какая-то какая-то залетная тема сойдет но экспанты экспанты плюс 102 он Мунжуц и потом, как бы, на Мун основной базе. Даже если Мун построил более длительный объект, это может быть все разрушено. Необходимо, когда у нас есть улитм, но нет улитм, что улитм очень плохой, да? Если улитм в 6, улитм есть хорошие хунтеры на фронтлайне, я думаю, что это сильный. Но это же самое с панда, улитм очень сильный улитм, но если все улитм, то улитм, то улитм очень сильный улитм, да? Да, это именно то, что случилось здесь. И я думаю, что еще одно маленькое, что улитм в фокусе Зеплин. И потому что Зеплин улитм в низкий спид, он не способен снять больше улитм. Так что, вы любили играть, Нио? Я думаю, что это будет хорошо для него, ребята. Совершенно. Я люблю себя с Potomhunt, Нюра. Аммм... 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 Амм... 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 нас на сто процентов что недолго катки начинают после каждой катки отдыхают ехали ночью поссать пойдешь чтобы мимо кресла в темноте не сесть как компьютер жуть от монитора свет идет или ты типа спишь кресле мне тоже черное кресло и проблем таких нет против демон хантера знаете вот я поначалу хейтил этот близорский новый observer мод но на самом деле он он конечно в некотором плане не очень потому что при этом и очень плохо видно но он убрал все лишнее вот снизу то есть когда ты играешь сам то понятно дело там те нужны вот эти все панельки а здесь эти центральные панельки все убраны вот и остается побольше места те же самые ну понятно фоги начинает с того что добивает бараком ой что сам с фоге случилось сейчас вот фоге добил короче бараком огра и не забрал айтам и побежал под мой харасить максимально плохое начало эти по-моему ген хантер там тоже что-то добил бараком такое ощущение чтобы кобальта добил а погоди фоге добил боги там до этого архимага добил ну фоге исправился жестко я чё-то смотрю второго уровня нету да там мои фоге короче добил этого как он называется архимага 5 уровня и почти второй уровень получил при на прикиньте он бы не добил у агро бараком забрал бы айтам был бы намного все лучше демон хантер просто на пофиг бежит подма взяла стрелки но естественно стрелки хороший выбор когда там демон хантер с эмолейтом понял что барак не отменит сейчас если фоги ищут роли перекупит не не перекупил сейчас два барака хантрес против 1 демон ханта без миссов а есть мисс и у нее же этот амулет его и жена выпал но я думаю фоге надо просто с масса адресами просто пушить да 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 там он еще за динайл кобальта я же говорю там он еще добил бараком кобальта причем он кричит два этого стоит друг друга один бараком добивает другой бараком добивает блин а зачем он взял а миссы если у него есть амулет эвэйджина то есть почему он моноберн не взял ну либо он хочет продать эти миссы но пока он их продаст они уже реализуют себя типа надо было сразу продавать бежать там цирклятку условно просто объясняю спасибо демон хантера дает 10 процентов миссов амулет который выпал дает 15 процентов миссов они естественно не складываются то есть работает то что больше дает то есть соответственно пассивка демхантера сейчас не работает то есть проще было моноберн взять ну либо эти миссы нужно было сразу бежать продавать и по цирклятку там кольцо плюс 4 кстати кольцо плюс 4 здесь вообще идеально заходит он берет старые миссы на третьем уровне не знаю мне кажется против масс хантер с можно было бы и малый второй взять забегаешь пачку хантер с и вторым и малой там нормально жаришь короче ладно мне ли рассуждать альфийских вариантах прокачки героев но я бы попытался в этот забежать кольц скупить можете стили порта телепорт минус арч 1 но если бы телепорт не сделал вообще потерял всех арчей будет ли второй герой от моно или чисто соло демхантер еще делает great начал бессинг чтобы бараки были под ним боги не торопится пушить а есть кипер да есть кипер короче я все же уверен что практически что выгоднее было бы сделать второй и малый против масс хантер с и демхантера в идеале надо было на маркетблорец бегать и посмотреть кольца плюс 4 потому что смотрите здесь у моно вообще нет никакого танковского короче у него арчи с троллями и демхантер то есть естественно кто танчит демхантер поэтому нужен максимальный его за тар кольца плюс 4 стоит 25 голды и нормально себе там добавляет выживаемости и соответственно будет больше танковать демхантер и второе мало это вообще хорошо работает против масс хандрес короче ладно вперед кипер и берет центов пошла застройка от фоги ой там еще фоги свиток зверя выпал свиток зверя вообще великолепно но он сделал играет на бараке и барак естественно быстро теретопает 7 брони него не так уж просто снести будет сразу свиток зверя прожимать свиток зверя свиток зверя будет прожимать что-то не прожимает фоги свиток зверя забыл что ли блин у 2 барака жестко танкует там и есть две дрядки еще еще энты поднимаются цветок зверя так и не прожал фоги не знаю ну типа виспов рядом нет прожимай бонус дэмэдж получай прожил как-то поздновато демонхантер там пытается как-то выбить на выбивает ктапульта протектор достраиваются у фоги 2 протектор достроилась это очень сильно мой какой там реплеер идет и берет на четвертом уровне моноберн я вообще не понимаю эту прокачку демонхантера два барака жестко танкует но правда который кук там два протектора стреляют фоги слил практически всю армию но протектор есть пытается мун прорваться вниз туда от протекторов мой хантер эски здесь умирают не наверное это это конечная для фоги 20 лимита на 44 два протектора конечно хорошо стоят но со свитком бежит ой со свитком бежит какой с хилл скролл конечно великолепный отряды кстати саму теряются две блин но грейд на правда на бараке вообще завершал здесь два барака там прям хорошо затанковали ну наверное это все у фоги еще лес закончился он потратил практически весь лес на протекторы но есть типа три протектора но если бы засейвал катапульты каким-то образом сейчас может быть какие-то шансы были атак немножко странная игра конечно получилось то что начало какой-то типа все добивают крипов фоги все вроде все неплохо сделал у него были свитки и свиток зверя которым поздновато заюзал может надо было ему как-то поагрессивнее пытаться ворчей в начале убивать дал возможность мону докачаться и демон хантером и т2 сделать здесь просто хантрессы без шансов подходят отваливаются он еще сам катапульту успел сделать 21 в одной карте от финала я думаю все же такая стратка с под мой на такой карте маленькой нужно нужно более агрессивно работать то есть фоги хотел именно достроить вот эти катапульты купить свитки и с протекторами идти нападать то есть возможно надо было сразу больше хантресс делать и постоянно агрессивничать и не давать демон хантер вообще ничего делать то есть постоянно пытаться арчей подрезать используя мобильность хантресс а в итоге поги дождался когда-то 2 доделся второй герой там даже триады было три штуки по моему играет еще на бараке сделал то есть очень поздний пуш то есть тут надо раньше реализовывать это все было да и и и так ждем четвертую игру сзади отжимая начали отжимая не забегая если их протесты исп Batista мы готовы г Mcchita в Мун в своей финальной сезон 8 Фогги победила грандфф и это非常 очень 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 что он будет виноват, и что он будет виноват. И вот он, он будет виноват. Я срочно. Это другая, это у нас 600 АПМ, в лоббийный. Это проблема! Я знаю, я знаю, я могу делать другие вещи, но это очень трудно. Нет, нет, нет. Окей, мы готовы. И здесь мы пойдем. Окей, матчпоинт Мун, его грандфинал будет вагонт Као или его кунтримен Сок, но Фоггий действительно в него будет в него кикбэк. И на мапе есть Аутум Левс, так что что профит Ревзмун предпочитает как стратегия? Это, опять же, это мой лично любимый Найт Эльф Миррор Мап. Давайте посмотрим, это все зависит. Некоторые игроки очень, знаете, очень precise, скажем, Хитман Майдолф, он обычно взял виск на очень специфичном времени и он всегда знает, что это будет. Но Мун и Фоггий могут идти за что-то, и это кажется, что Мун открыт для потем-плей. Он открыт в стандартный Грин-кемп. Он будет потем-пом и он будет picking-up-итем, и он может быть Демон-хунтер от Фоггий, если он имеет специальные тексты с Кипер-кемпом. О, это будет что-то. Это всегда как-то 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 . Пошла игра. Так, Аэл, да? О, оба Демон-хунтерами делай все, без потма игра. Похоже на первую катку. Демон-хунтерами с Кипер-кемпом. Так, смотри, кстати, здесь и Малейд берет Фогги. А Мун начинает с Миссов. Интересно. Но тут, кстати, если бы Муны Малейд взял, он бы здесь получше закрепился, с чем с мясами. Так, кольцо ринг. Ринг-ринг ринг по-ташнюю. Как-то вообще жестко-агрессивно монк рибит эту точку. Ну, вообще все правильно. Зачем хилить героя, если можно его просто воскресить с полными здоровьем. Монн, thing for Moon that he still has pretty much full Moon Wells and he did scout это прохлада от фоги пытается рычу убить и молитом мне кажется унифигасе там дальности мало это муж фоги стоило реализовать сейчас это время когда он видит что там демонхантер сдох может надо было какую-то точку жесткую закрепить а фоги сдул бараков там хандры сделать отчет дня не обратил вниманием подогреве наверное как он тут будет отбиваться против хандрес когда демон хантера потерял было пустые 2 героя кстати не взять соплой блок еще забавно боги делает два барака ему как раз героя крипах теряет видно что здесь устроится но надо два часа какого-то второго героя взять типа не знаю без мастера тут варианты какие есть вообще висп на центре блин если он как-то эту кладку затачит и вообще будет обидно типа ты видишь что там героя потеряли арчи кстати много но с демон хантером маст хантер с конечно не такие эффективные как спот мой и фоги такое ощущение что уже что-то думать что не продавит потому что он блин он протектор зачем-то отдает крипе точку фоги какой-то дичь делаю сейчас типа зачем было крепится если у тебя протектор нужно дефать так то умун уже то 22 со вторым героем правда кстати он взял нагу такой более обычный вариант я думал возьмем какой-то бис мастера либо панду против масс хантер с то есть на года против масс хантер с особо ничего не делал блин но если фоги не продавит этой страдкой то учитывая что он потерял героя на крипах то это страдка как этого же вообще с демон хантером маст хантер с а то что куда еще больше преимущества чем потеря героя блин демон хантер здесь реально ничего не делает у его какой забегания хантер сами ну вот здесь должна быть и сразу т.п. делает но правильно да потому что позиция вообще ни о чем кстати арчей не потерял ни одну арчу и убил хантер с у позиция для фоги была идеальнейшая минус арча блин фоги продолжает хантер сделать по моему он что-то тильтанул я не знаю но тут уже наверно не получится выиграть но единственное как получится это если он как-то ворчи опять забежать удачно телепорта то нет уже много замедляет демона привет и очень очень полезное свойство когда там 20 хантера сбегает замедлить демон хантера очень полезно намного полезнее чем панды из дышать либо там три крик биста вызвать согласен он даже смотрю хантер с подстраивает 50 лимитов логин пошли протектора хорошая позиция третий логин хантера надо вторыми сыграть наверно а он берет 2 моноберн интересно у него моноберн вообще без мясов колодцы пустые у муна вроде как сейчас там еще достраиваются протекторы да протекторы достраиваются тапульта делает мун мой один протектор чуть-чуть не настроился фоги его отменяет надо там скупила персоналку свиты купил успел уйти куда там куда там едет это пульта максимально странная игра я вообще в шоке в принципе серия такая себе пире пире уже две катапульты тоже две карты фоги 3 катапульты моно берн на соточку хороший есть все шансы уходе здесь выиграть там еще монвелла подбревает это очень грамотно столько кровища отряд минус 1 был блин как же фоги моно берн и хорошо делает ему вообще не контролит эти моно берн и зато минус 28 сделал фоги кстати вообще никакого хила нету для демон хантера и фоги отступает но в принципе у фоги еще есть шанс катапульта бы не отдать но их замедлить нельзя дирижабль хочет взять берет дирижабль дирижабль бурджу за бурджу лидер дирижабль летит как и не смог спасти забирает здесь кольцо 33 он тоже берет дирижабль пригодится фоги здесь наемников забирает но не у саплой блок он не может потратить на галду скопившуюся выпадают свечки ставят свечки хорошо работают свечки моно их не сбил 58 на 49 у фоги там больше 1000 золота саплой блок доделывается вот монвел сейчас даже два монвела может скупить всех наемников берет там огра всех всех ребят не берет заказывали катапульта наберет пацанов тут уже как бы нет смысла что-то сэвить надо просто в атаку идти со всем что есть потому что фоги на т1 он уже как бы не компакт нет что-то другое о здесь пункт начинает мун раздавать но кстати для муна может оказаться критично потому что эти катапульты здесь сейчас ему нужны чтобы отбиваться сможет ли он без них отбиться он там пытается main снести может фоги нужно просто сейчас наломиться он его он знает что катапульта на его базе 1 ламоваться а минус 12 лимита и сколько там катапульта не 4 ой нифига себе там карты сбривают базу а он свои тут еще катапульты вывел блин мне кажется надо фоги был наломаться ай фоги теряется там минус минус хантреско то есть такой ситуации когда часть лимита на у тебя на базе надо просто наваливаться то и все ой минус 2 каты надо было забивать просто найти катапульты и наваливаться минус база не походу дело фоги это и не то и как бы не дефается от этих катапульты не наваливается ждет зачем-то этот протектор один который строится там у тебя свиток есть и хилингварды есть ну типа тут уже нечего ждать 57 на 53 хилингварды грамотно контролит там свиток еще нет юфоги инвул свиток четвертый демон хантер 58 на 40 0 мануэлов кстати почти демон хантер там смог убить но у меня пытается с дирижаблем еще надо контролить и четвертый демон хантер 31 но последние две игры какие-то странные от фоги на d1 вот это максимально странная игра пленбун потерял в начале героя просто на крипах 2 уровня но это говорит о том что страдка с демон хантером у вас андрецами намного слабее чем спад мой потому что даже потери героя ничего не дала ну финале сейчас через сколько минут перерыва будет следующий матч не знаю такой ситуации когда флаги на базу прилетели куком три катапульты то есть у тебя уже нет вариантов ты можешь конечно став на демон хантера на базу но опять же это тоже будет ни о чем потому что не просто дирижабль сядут и улетят у тебя же нет арбы вот в такой ситуации надо просто было наламаться всем что что есть и все то есть она четко какой-то вариант типа возвращаться от этих катапульт dfc так уму на преимущество нет это два же есть то есть ему выгоднее затягивать поэты потому что на т2 там юниты и арчи с дальностью там и грейдов больше и все короче все бонусы